Добрый вечер! Вы смотрите новости на 24КЗ, студия работы Динар Жамбатырова, а сортоперевод обеспечивает Хасан Несраилов. Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Рейси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Кирман. От имени народа Казахстана Касым Жумартукаев выразил сочувствие семьям, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. О том, как будет в дальнейшем развиваться экономика Казахстана в рамках продолжения реформ главы государства говорили сегодня в Кабмине. Там прошло совещание по вопросам подготовки к расширенному заседанию с участием президента по итогам социально-экономического развития за прошлый год и дальнейшим планам работы правительства. Обсудили также реализацию задач и проектов промышленности, энергетики, сельском хозяйстве, транспортной сфере, здравоохранения и образования. Кроме того, были затронуты меры по привлечению инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса, а также дальнейшему снижению инфляции. Казахстан в течение трех лет будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала. Эта организация, основанная странами Центральной Азии, способствует улучшению экологии и социальных условий Аральского региона. Есть много проектов, которые необходимо реализовать, чтобы вернуть Аральское море к нормальному состоянию. Эксперты уверены, что все надежды можно оправдать интенсивной работой. Подробнее об этом расскажут мои коллеги. Ежегодно в Малое Аральское море должно поступать 3 миллиарда кубометров воды. За последние 3-4 года, поскольку река Сардарья маловодна, уровень бассейна водоема снизился, а соленость наоборот растет. Согласно научным данным, рыба перестает нереститься при 12 промилле, перестает питаться при 16. Когда мы проверяли в прошлом году, состояние моря было очень плохим. Соленость увеличилась с 10 до 24 промилле. Многие заводы в Аральском, Казалинском районах в будущем могут остановиться из-за дефицита сырья. Дефицит питательных веществ напрямую связан с состоянием трансграничной реки. На саммите, состоявшемся по случаю 30-летия Международного фонда спасения Арала, рыба государства отметил, что ледники, являющиеся основным источником воды, тают. Президент также подчеркнул необходимость контроля распределения воды через автоматизированную систему. Нам удалось реализовать многие проекты, хотя таких денег в фонде у нас не было. В 2022 году мы впервые пробурили 500-метровую самоизливающуюся скважину на дне Аральского моря в Казахстане. В то же время во многих наших проектах по селекции растений используются разные технологии. Сухая площадь Аральского моря превышает 4 миллиона гектаров. В 2000 году начались работы по превращению территории отложения соли и пыли в зеленую зону. С тех пор с Аксаулом засажено 395 тысяч гектаров полей. А начиная с 2021 года, согласно поручению президента, чуть больше миллиона гектаров морского дна будут покрыты растениями. Эксперты полагают, что подобные проекты по спасению жизни в море воплотятся в жизнь за три ближайшие года. В вегетационный период нам необходимо построить караузерское водохранилище для сброса воды в Аральское море. В весенний период можно собрать 1 миллиард кубометров. У нас есть планы привлечь к себе внимание различных международных ассоциаций и финансовых институтов и поставить гранты в поиску дня этого фонда. Эксперты рекомендуют построить еще одну плотину на реке Сырдарья для орошения системы озер Акштау и Камбаш площадью 40 тысяч гектаров. В целях сохранения северной части Аральского моря в этом году продолжатся ремонтные работы на затопленной части Кукаральской плотины с девятью каналами, построенной в 2005 году. Артем Грапов, Нурлан Жекубеков, Нуржан Музарабшин, Айтмухаммед Байдельдаев, Козловодинская область, 24КЗ. Дома микрорайона Нтамах города Шымкента в этом году подключат к газоснабжению. На эти цели из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 400 миллионов тенге. Депутаты Сената парламента побывали в новом микрорайоне и выслушали пожелания местных жителей. Ведь для этой части города, где проживают примерно 25 тысяч человек, также актуальны вопросы водоснабжения, дорог и канализационные системы. По словам ответственных лиц, при поэтапном обустройстве необходимая инфраструктура учитывают, какими темпами растет число абонентов. Кроме того, в этом году здесь планируют сдать в эксплуатацию новую поликлинику и начать строительство школы. Раньше это был небольшой микрорайон, который потом значительно расширился, вследствие чего возникли инфраструктурные проблемы. В ближайшем будущем вопрос дорог будет полностью решен. Что касается газификации, то до конца года микрорайон подключат к системе. На это из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 400 миллионов тенге. С ходом отопительного сезона в Североказахстанской области знакомятся депутаты Сената парламента. В первую очередь они посетили один из проблемных объектов теплоснабжения региона – центральную котельную в городе Мамлютка. Она была запущена к текущему отопительному сезону, а уже сейчас здесь задумались о необходимости увеличить мощность теплового узла. Наталья Волкова расскажет. Эта школа-интернат города Мамлютка расположена в 50 километрах от областного центра. Здесь живут и учатся 50 школьников. К центральному отоплению здание подключили в прошлом году. В нашей школе тепло и уютно. У нас есть два корпуса. Это учебные, где расположена аудитория интернат. В обоих корпусах комфортная температура. Котельная долгое время считалась проблемным объектом теплоснабжения региона. Ее строительство велось почти десятилетия. В итоге тепловой узел так и не запустили. За несколько лет простое оборудование вышло из строя. На восстановление выделяли 23 миллиона тенге. Сегодня к центральному отоплению подключен ряд соцобъектов. И в планах подсоединить к теплу 12 двухэтажных дома, здания районной больницы, дома культуры и школы. Население с большими ожиданиями ждет строительства третьей очереди теплотрассы и желает подключиться к центральному отоплению. И населением, и руководством района поднимается вопрос о необходимости выделения дополнительных средств на приобретение еще двух котлов, чтобы обеспечить население мамлюдки максимально централизованным отоплением. К слову, в 2023 году на ремонт котельных в районах Североказахстанской области из областного бюджета выделили 731 миллион тенге. Наталья Волкова, Тульген Иманов, Североказахстанская область, 24КЗ. Депутаты Мажелиса и Сената парламента встречаются с населением Павлодарской области. Сегодня народные избранники обсудили актуальные темы с представителями старшего поколения. Ветеранов сельского хозяйства волнуют состояние пахотных земель. В последние годы многие пашни подверглись процессу засоления. Агрономы говорят, главной причиной стала то, что большинство крестьянских хозяйств ограничиваются посевом только одной высокоурожайной культуры. Недостаточно проводят на полях области агротехнические мероприятия по обогащению состава почвы. Для улучшения ситуации предлагается увеличить посевы бобовых и многолетних растений. Это позволит снизить содержание соли на пахотных землях. Мы обсудили много важных вопросов, в частности, какая поддержка растеневодам оказывается правительством. Есть много моментов, где требуется внесение поправок и изменений в действующее законодательство. Как вернемся в Астану, будем заниматься решением этих проблем. Сегодня в стране принимаются все необходимые меры, чтобы пресекать семейное бытовое насилие. «Только все вместе сообща, мы сможем противостоять любым попыткам агрессии в отношении женщин и детей», считает председатель общественного совета города Алматы Алтынай Кубеева. Она поддерживает главу государства, который выступает за ужесточение наказания тех, кто совершает подобные преступления. В настоящий момент в Мажелисе идет обсуждение законопроекта, где будут предусмотрены новые эффективные меры против домашнего насилия. Президент отслеживает общественное настроение. Вы помните, что после той трагедии, которая произошла в прошлом году, страна объединилась и подписала прецедентное количество подписей, как своего рода такая петиция, за криминализацию, за ужесточение данного закона. Президент всегда реагирует на общественное настроение. И он выражает мнение нашего населения, наших граждан Казахстана. Это вот показатель принципа слышащего государства. 40 миллионов тенге задолжали в Павлодарской области учащимся в медицинских колледжах. Как стало известно, почти тысяча студентов получала стипендию по старым ставкам, хотя с начала учебного года она выросла на 10,5 тысяч тенге. Нарушения выявили прокуроры, которые незамедлительно внесли акт надзора. Акимат области в срочной порядке изыскал недополученные денежные средства и погасил образовавшуюся задолженность перед будущими медиками. На сегодняшний день все, прочитающие суммы студентам выплачены. Виновные лица привлечены к ответственности. Права учеников восстановлены. Факты хищения бюджетных средств выявили сотрудники прокуратуры Алматы в Казахском национальном аграрном университете. Как сообщили в надзорном ведомстве, причиненный ущерб составил 43 миллиона 800 тысяч тенге. Деньги потратили якобы на посев семян и обработку засеянной площади. В настоящее время сотрудники управления досудебного расследования прокуратуры города проводят следственные мероприятия. Кроме того, установлены факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащих университету, на сумму 7 миллионов 900 тысяч тенге. Досудебное расследование поручено управлению полиции Медеусского района. Факты мошенничества при сдаче в найм ряда нежилых коммерческих помещений. Установлено, что арендная плата передавалась иным лицам, наличными деньгами и мобильными переводами. Фактически денежные средства не оприходовались в кассе университета. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по факту совершения уголовного провышения, предусмотренного статьей 190, часть 3, пункт 1, уголовного кодуса Республики Казахстан. В Талдыкургане сотрудник Акимата и представитель подрядной организации растратили больше 250 миллионов тенге. Финансовая афера имела отношение к строительству двух многоэтажек. Преступную деятельность подозреваемых установили прокуроры. По информации компетентных органов, специалист отдела строительства и сотрудник компании находились в сговоре. Они указали в фиктивном акте недостоверный объем выполненных работ. По делу была назначена специальная экспертиза на ее основе и были представлены в суд материалы по делу о хищении. Приговором суда трое лиц были осуждены, в том числе сотрудник Акимата. По статье 189, часть 4, пункт 2, уголовного кодекса на 7 лет лишения свободы. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу. В получении крупной взятки подозревают заместителя Акима одного из районов Алматы. Об этом сообщили в антикоррупционной службе мегаполиса. По данным ведомства, чиновник подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей. Деньги предназначались за покровительство и содействие в заключении договоров о госзакупках, подписании акта выполненных работ. Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие. Полмиллиарда тенге на ставках проиграл бывший сотрудник управления молодежной политики Жамбылска области. Средства для азартных игр Дилмурад Хамракулов собрал обманным путем с родственников, соседей и знакомых. Им он обещал выгодное участие в тендерах и получение прибыли. В итоге за два года мошеннической схемы 15 потерпевших лишились больше 200 миллионов тенге и двух квартир. По словам прокуроров, игрок сначала занял небольшую сумму денег и вернул ее с процентами, так вошел в доверие к людям, а после, завладев большой суммой, проиграл все в азартных играх и сбежал в Кыргызстан. Выяснилось, что последние пять лет осужденный страдал лудоманией. Из-за этого он влез в долги и был уволен, так как часто не появлялся на службе. На сегодняшний день 205 миллионов из высших потерпевших не восстановлены, ущерб не возмещен, прощения от потерпевших осужденный не получил. Ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания уголовной исполнительной системы средней безопасности. Назначено дополнительное наказание ему с лишением права в государственных закупках заниматься деятельностью сроком на 10 лет. Спасатели завершают расчистку завала в кафе в Уральске, где минувшей ночью произошел взрыв газа. В ходе аварийно-спасательных работ из-под обломков здания извлекли тела трех человек. Личности погибших выясняют, пять человек доставлены в больницу с различными травмами. Состояние четверых пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. Они получили ожоги, 50% тела, им оказывают соответствующую медицинскую помощь. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 292 нарушения требований пожарной безопасности. Хлопок газовоздушной смеси вызвал обрушение и возгорание двухэтажного здания кафе. Ударная волна выбила стекла и витрины близ лежащих зданий. Пострадали несколько автомобилей. В данный момент уже на завершающей стадии территория кафе полностью расчистена. В данный момент убедились уже внутри пострадавших и оставших никого еще не обнаружено. В данный момент полностью сейчас идет завершение. В Павлодарской области продолжается аварийно-спасательная операция на Майкаинском золоторудном месторождении. По данным департамента ПЧС, спасатели подняли на поверхность тела двух погибших сотрудников. Ситуацию на месте происшествия осложняет угроза повторного обвала грунта. Для этого укрепляют края обрыва. Накануне ночью на руднике Майкаин золото под землю в мест. В очистное пространство провалился автобус с тремя пассажирами и водителем. Причины ЧП расследует специальная комиссия. В аварийных спасательных работах участвуют спасатели Павлодарской области, спасатели военизированных аварийно-спасательных служб, местные исполнительные органы. Всего участвует 73 человека, 17 единиц техники. В Японии подтвердили гибель 84 человек. В результате землетрясения еще 80 человек считаются пропавшими без вести. Ранения получили больше 330 жителей. Спасательные работы продолжаются в префектуре Исикава. Именно на нее пришелся основной удар стихии. Там около 30 тысяч семей остались без электричества. В зону бедствия направлены дополнительные силы для ликвидации последствий ЧАЭС. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Сейсмологи предупреждают, авторшоки будут продолжаться в этом регионе около недели. Государственный долг США превысил 34 триллиона долларов. Этот показатель достигнут после того, как в июне прошлого года республиканцы и Белый дом договорились временно отменить лимит государственного долга, чтобы предотвратить риск дефолта. Ежедневно только на погашение процентов по долгу тратится 1,8 млрд долларов. Подробнее в материале нашего корреспондента. В январе 2020 года бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что воловой федеральный долг превысит отметку 34 триллиона долларов в 2029 году. Но это произошло гораздо быстрее, чем ожидали эксперты. Одна из причин – пандемия, которая остановила большую часть экономики США. Расходы правительства росли. Для стабилизации правительство занимало крупные суммы и при Дональде Трампе, и при нынешнем президенте Джо Байдене. Резкий рост инфляции привел к повышению процентных ставок и удорожанию обслуживания государством своих долгов. Пока эта сумма не влияет на рост экономики, поскольку инвесторы готовы одалживать федеральному правительству, то есть власти продолжают тратить средства без необходимости повышать налоги. Законодатели должны прийти к единому мнению для избирателей. Процентная ставка будет расти, если мы не будем предпринимать какие-либо жесткие меры, такие как повышение налогов, снижение затрат. Для многих американцев станет затруднительным купить машину, не говоря уже о покупке дома. Сейчас долг составляет около 101 тысячи долларов США на человека. Согласно опросу, проведенному в прошлом году некоммерческим фондом Питера Питерсона, 84% избирателей считают, что решение проблемы должно стать приоритетом для президента и Конгресса. Каждый раз, когда мы увеличиваем государственный долг, мы как бы получаем новую кредитную карту с процентной ставкой. Худший способ попасть в финансовые неприятности – это набрать много кредитных карт. Это выглядит, вероятно, хуже, чем есть на самом деле, но я думаю, поступлений будет достаточно, чтобы покрыть долг, пока экономика остается сильной. У нас закончились деньги. Это серьезные проблемы. И это факт. В начале 2023-го госдолг США превысил установленный потолок в 31,4 трлн долларов. Тогда Министерство финансов не раз предупреждало об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. Президент Джо Байден и демократы призывали Конгресс повысить потолок без каких-либо условий. В то же время республиканцы отказывались повышать его без сокращения бюджетных расходов. В итоге компромпис был достигнут. В июне глава Белого дома подписал законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года. Айжан Седыкова, 24 КЗ, из Вашингтона. КНР осудил двухдневные совместные учения ВМС США и Филиппин в Южно-Китайском море. Местные власти заявили, что страны должны уважать усилия Китая по поддержанию стабильности в регионе. А военные патрулирования не способствуют улучшению обстановки в море и разрешению разногласий. Пекин также подчеркнул, что не закроет глаза на провокации Манилы и Вашингтона и продолжит защищать свои права и интересы. Отмечу, Китай и Филиппины на протяжении десятилетий спорят о принадлежности островов в море. Пекин настаивает на том, что они полностью находятся на его территории. Первую библиотеку для незрячих и слабовидящих жителей открыли в области Ултау. Специальный кабинет заработал на базе областной универсальной библиотеки. На шрифт Брайля перевели уже больше 20 томов. Специалисты намерены увеличивать книжный фон для читателей с особыми потребностями. Пока в библиотеке только 10 читателей, которые освоили тактильный шрифт. Для остальных есть аудиокниги. У нас предусмотрена вся инфраструктура для людей с особыми потребностями. Организованы тактильные книжные уголки. Созданы все условия для въезда, выезда и передвижения наших читателей внутри библиотеки. В дальнейшем планируем пополнить количество аудиокниг. Горячим чаем и баурсаками угощают работников коммунальных служб волонтеры в Шемкенте. Такая поддержка коммунальщиков, которые очищают город от снега и мусора, стала доброй традицией. Вместе с этим на протяжении пяти лет добровольцы оказывают нуждающимся семьям социальную и медицинскую помощь. Бригады коммунальщиков, которые сейчас заняты уборкой улиц в мегаполисе, давно знают волонтеров в лицо. Круглый год юноши и девушки не только угощают рабочих едой и напитками, но и помогают в благоустройстве города. Как говорят сами коммунальщики, они всегда слышат от добровольцев добрые пожелания и теплые слова. Приятно, когда в такие холодные дни нам привозят еду или чай. Даже просто настроение поднимается. Огромная благодарность нашим волонтерам, молодым ребятам. Ведь их поддержка придает нам сил. Команда волонтеров продолжает дарить радость горожанам. Совсем недавно многодетная мать и инвалид второй группы Кунсулу Ахметова отпраздновала новоселье. Волонтеры объявили сбор средств, а затем на собранные деньги купили ей жилье. Это 20-я семья, которой помогли приобрести жилище добровольцы за последние 6 лет. Хочу сказать, что добрых людей в нашем мире много. Я сама лично убедилась в этом. Новое жилье стало для меня полной неожиданностью. Вместе с этим по инициативе волонтеров в городе открыли магазин «Эсглек». Все желающие могут привезти сюда одежду, предметы быта и другие вещи, пригодные к использованию. Затем все это распределяется нуждающимся. Только в прошлом году таким путем волонтеры оказали помощь свыше тысячи семьям. Сюда можно принести все, что угодно. Это может быть велосипед, игрушки, одежда. Благодаря предпринимателям мы помогли 180 детям нашего города, доставив им такие вещи. А больше 400 семей получили продукты питания. Волонтерское движение становится все популярнее. Только за последнее время их ряды пополнили 120 молодых ребят. Добровольцы принимают активное участие в помощи пострадавшим от различных происшествий. Январьские события в Казахстане буквально поставили государство на грань выживания. Если бы нерешимость президента, произошла бы смена власти и, возможно, изменился бы политический строй страны. Такой вывод в своем докладе сделал известный казахстанский политолог Марат Шибутов. По мнению эксперта, желание сохранить статус-кво определенной части элиты, отсутствие конкретных изменений в общественно-политической жизни, сращивание правоохранительных органов с криминалитетом стали предпосылками. Важно отметить, что Казахстан продолжил путь по демократизации и либерализации политической системы, а не наоборот. Я постарался собрать, во-первых, хронологию событий, соответственно, первопричины проанализировать. Собрал основные большие какие-то материалы, документальные, фильмы, передачи. Дальше проанализировал версии, что это были народные протесты, что это была цветная революция или что это был государственный переворот. И вот, конечно, последняя версия, она была гораздо более убедительная, чем все, допустим, остальные. Чуть больше 200 дней остается до старта Олимпиады в Париже. В копилке нашей сборной 17 лицензий. Сегодня в столице был открыт штаб по подготовке к главным стартам четырехлетия. В его работе будут задействованы спортивные функционеры и олимпийские чемпионы. Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев подчеркнул важность данного события в контексте поручения президента по консолидации трех ключевых государственных институтов спорта. Тем временем, первым крупным стартом 2024 года для Казахстана станут юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 19 января по 1 февраля. Такой практики у нас не было, поэтому эту практику мы открыли. Этот штаб будет в постоянно действующем. Вопросов очень много, начиная от медицинского обеспечивания, фармакологии. Отрабатывать будут с нашими посольствами, которые за рубежом. Это не только Олимпийские игры в Париже. Это вот Канвон. Буквально через две недели наша сборная команда выезжает в Канвон, Корею. 30 лицензий мы завоевали, порядка 42 спортсмена поедет по 10 дисциплинам. Надеемся на успех. Продолжается подготовка к всемирным играм кочевников. Наша страна будет принимать масштабный старт в сентябре этого года. Ожидается, что соревнования посетят больше 25 тысяч иностранных туристов. Напомню, ранее Касамжумар Тукаев заявил, что игры внесут свой вклад в расширение культурно-гуманитарных связей между братскими народами, наследниками номадической цивилизации Великой Степи. Планируется больше 100 стран, более 4 тысяч участников по 20 видам спорта. Подготовка наших спортсменов идет полным ходом. Буквально перед Новым годом мы несколько раз встречались с нашими национальными федерациями. Будем выделять апрельность СВА для того, чтобы наши спортсмены приняли активное участие. Ну и потом у себя дома мы должны завоевать максимальное количество медалей. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok